сегодня я ловлю на бортовой фидер и расскажу вам как получить удовольствие от рыбалки кайфануть и начну я с оснащения бортовой удочки мы находимся на суходольском озере порядка 10 метров глубина достаточно сильное течение я бы даже сказал очень сильное течение и что самое интересное мы сегодня попробуем ловить не только донную рыбу мирную в смысле а и хищника в том числе поскольку мы будем ловить с лодки оптимально подходят именно бортовые удочки и сейчас вашему вниманию я как раз показываю новинки от компании дунаев удочки бортовые в данном случае они исполнены в двух размерах значит это не только бортовые удочки по факту это бортовые фидера поскольку классические бортовые удочки вот сколько я видел среди любителей используются какие-то непонятные палочки с надетыми на них кивками я считаю что это не совсем удобно не совсем продуктивно поскольку эти кивки передают в том числе и ложные поклевки они шевелятся постоянно короче геморрой сплошной но и по привычке значит любители ставят на эти свои палки колокольчики что в принципе совсем неприемлемо значит здесь представлены две удочки одна подлиннее в размере 160 и 2 покороче в размере 130 достаточно гибкие чувствительные и не слишком длинные для того чтобы ловить ими с борта как я уже говорил мы сегодня попробуем ловить не только белую мирную рыбу но и хищника хищник здесь представлен в виде щуки и судака наша цель ну скорее судак чем щука и будут при монтаже удилищ определенные нюансы вообще для того чтобы нам оснастить бортовую удочку нам естественно потребуется катушка и здесь нас с помощью катушка зуб зила которая представляет компания дунаев новинка между прочим предназначенная конечно в первую очередь для спиннинга но в данном случае нам выматывать лески категорически мало и она нас вполне устроит катушка достаточно легкая ход плавный красота неописуемая ну короче симпатичное изделие которое надеюсь оценят все рыболовы по достоинству вернемся к оснащению значит ввиду того что нам выматывать лески но 10 метров соответственно как глубина под лодкой нам не обязательно ставить там шеститысячные катушки как на фидере пятитысячные достаточно трехтысячных двухтысячных катушек лишь бы они обеспечивали легкость оснастки в данном случае я хочу поставить двухтысячную и трехтысячную катушку сама установка в эти удилища также как и фидере достаточно простая баланс просто я считаю изумительный легкая удочка маленькая катушка что еще надо для полного счастья и дальше есть нюансы я видел много вариантов как люди наматывают леску и я предложу вам свой вариант с небольшим приспособлением использовать мы будем в данном случае не леску а шнур все-таки шнур более чувствительный и передает поклевки гораздо лучше нежели леска хотя ну при таком раскладе когда у вас 10 метров всего лишь глубины вы можете себе позволить в принципе любое оснащение лесочное шнуровое шнур мы берем недорогой p4 от компании дунаев поскольку нагрузки на него особо и нету значит соответственно диаметр 1 и 2 и продеваем его сквозь кольца значит я обычно не заморачиваясь с какой-то там удавкой нам все равно полную обмотку шнура чаще всего не вымотать поэтому я шнур вдеваю под клипсу делаю несколько оборотов чтобы поджать вытаскиваю хвостик из клипсы и обрезаю вам дальше происходит намотка и вот здесь нам в помощь придет то приспособление которое я вам хочу предложить мы продеваем катушечку ставим катушку для прокладки в других условиях я может быть катушку бросил бы куда-нибудь в воду но не часто вода есть под рукой ну и чтобы не заморачиваться придумал вот такую штучку дальше происходит просто намотка легко просто и обеспечивается достаточная натяжка в принципе если у вас нету подобной щели чтобы вставить в данном случае винт можно это все дать в руки своему напарнику он не будет обжигать руки и все будет хорошо ну в данном каретном случае нам не требуется дальний заброс и у нас под лодкой всего лишь 10 метров поэтому мы грубо говоря сэкономим на шнуре и не будем наматывать катушку полностью короткую удочку я планирую использовать именно для ловли белой рыбы соответственно дальнейшее оснащение идет как обычного фидера то есть мы не заморачиваемся значит соответственно мы берем вертлюжок застежкой прошу обратить внимание все что я сейчас показываю все от компании дунаев точнее у нас все есть деле вертлюжок я пользуюсь не бусинкой а резиновыми стопорками поэтому надеваем резиновый стопорок дальше мы ну в данном случае у меня фидергам уже заготовлен соответственно берем фидергам все сдвигаем стопорок к фидергаму и у нас готовая бортовая удочка для донной ловли следующий мы оснастим удочку которую мы будем использовать для ловли для попытки ловли хищника значит здесь есть нюансы у нас заключается в чем если кто знаком со спиннингом то по большому счету удочка для донной ловли представляет собой но по большому счету тот же джик с отводным поводком только движение джика будет в обратную сторону если обычно мы джик подматываем к себе делая паузы и остановки то здесь мы будем на течение отпускать приподнимать груз его будет относить течением и как бы пошагово будем пробивать но от себя не к себе а от себя в простонародье это называется ходовая донка использовать мы будем живца и соответственно мы делаем оснастку также как и на нас на спиннинг с отводным поводком значит нам понадобится груз понадобится нам также тройной вертлюжок и и понадобится вертлюжок с застежкой это чтобы крепить груз ну и соответственно крючки использовать мы будем опять же на видку зуб зилла в данном случае поставим 3000 катушечку кстати вес катушечки 240 грамм пять к одному замечательно катушечка просто произведение искусства посмотрим сегодня как она будет в деле но если быть откровенно честным я их уже использовал фидере правда в размере 4000 на пикерах ну просто очень понравилось и благодаря большой скорости выматывания шнура она себя просто отлично зарекомендовала именно на пикерах шнур ставим также 1 и 2 и опять наматываем так хорошо как раз кручился ну по факту мы разделили бобинку пополам этого за глаза хватит ну как минимум на весь сезон ловли значит в этом монтаже мы начинаем с тройного вертлюжка то есть к нему будет привязываться в одной поводок поэтому такие вот ветлюшки выпускает компания дунаев так вот они смотрятся и привязываем шнур отрезаем лишнее значит дальше есть нюанс по классике сюда вниз грузу надо привязать леску то есть случае если мертвый зацеп чтобы оторвался не основной шнур оторвалась именно вот это вот лесочный отвод который идет грузику но к сожалению я толстой лески не взял поэтому мы идем другим путем мы просто привяжем кусочек такого же шнура потому что в месте ловли насколько я знаю там мертвых зацепов нету там достаточно ну такое ровное дно поэтому идем на небольшой риск но имейте ввиду что в принципе надо привязать кусок лески соответственно к нижней части вертлюжка мы должны привязать грузило грузило должно находиться в 20-30 сантиметрах от поводка ну соответственно от вертлюжка хочу обратить внимание что груз надо привязывать на леску а не на шнур но в данном случае я просто не взял с собой достаточно толстой лески поэтому я буду вязать на такой же шнур как и основной в расчете на то что в данном случае вот на том месте где мы будем ловить глухих записи запов нету и нам не должно ничто помешать значит соответственно я приготовил здесь кусочек шнура привязываем таким же ужином то есть у нас получилась вот такая вот подвязка груз данном случае оставлю 70 грамм течение очень сильная глубина большая теперь мы вторую часть поводочка этого привязываем к вертлюжку к нижней части в итоге у нас получился вот такой монтаж грузило 20-30 сантиметров тройной вертлюжок дальше основная нить к этому тройному вертлюжку нам остается прикрепить поводок и можно начинать ловлю на поводок естественно на крючок насадить рыбку и попробовать поймать хищника вот такая прелесть под действием течения при подъеме оснастки на дном ее будет отклонять и мы как бы простукивая через какой-то промежуток времени расстояния дно будем потихоньку уходить от лодки в поисках хищника на том горизонте который мы выбрали это еще раз подчеркиваю раньше называлась ходовая донка так и сейчас я просто делаю дублик этим удочкам но для того чтобы мне проверить скажем так какая из удочка удобнее я сейчас делаю наоборот длинную удочку подготовлю под ловлю белой донной рыбы и короткую удочку сделаю под хищника а все остальное то же самое короче удочки готовы теперь будем заниматься прикормкой правда я вас немножко обманул хотел сделать одну длинную одну короткую в итоге получилось две длинных две коротких ну да бог с ним проверим это все на рыбе на воде а сейчас прикорка сегодня мы для чистоты эксперимента будем использовать моно прикормку без всяких добавок это у нас энерд лещ одна из новинок компании дунай вышедшая только в этом году уже зарекомендовавшая себя во всех кругах просто шикарно и сейчас мы попробуем тоже на нее плавить хочу сразу обратить внимание что пьет очень мало воды точнее не то что мало но очень понемногу если сразу бухните много воды будут проблемы залепить ее так что потом не разлепить будет так что добавка воды аккуратно маленькими порциями имейте ввиду ярко выраженный запах арахиса пахнет просто изумительно коричневый цвет в принципе говорит о том что в принципе скорее всего нам не понадобится добавлять краску и мы ее добавлять не будем визуально крупные достаточно частицы присутствие пастанчина красненького а запах это все-таки сказка пакеты и мусор с собой фракция реально достаточно крупная прелесть кукурузку видно пастанчинку видно сам бы ел день мало добавляем по чуть-чуть воды во всех наших видео фильмах на первом замесе выливаю там пол литра литр воды но достаточно много смотрите какой маленькой емкостью я добавляю воду сейчас будьте очень внимательны очень аккуратно прикормка залепляется моментально нам не нужно чтобы она была пластилин она была должна быть рабочий она работать должна на данный момент я вылил всего лишь две вот такие баночки прикормка очень липкая она даже при нажатии еле распадается то есть этого в принципе уже достаточно но опять же есть нюансы буквально через 10-15 минут она высохнет ее нужно будет добавлять до полного увлажнения так чтобы она перестала пить воду потребуется еще раза три наверно до увлажнить потому что она воду пьет но очень медленно в отличие от других прикормок помните об этом не ошибитесь это конечно заморочится но так много этапов увлажнения делать но думаю что результат вас удивит сел аккумулятор что делать показываю оба шучу конечно руки пачкать придется по старинке промешиваем стараясь избежать вот этих катышков разбиваемых конечно шуруповертом хорошо но прощелкал извините не зарядил лет двадцать назад только так мешали но сейчас мы прикормку довели до ума посмотрите она у нас как бы рассыпчатая но я сжал комок очень плотную при нажатии не разваливается вот только при сильном уже нажатии начинает разваливаться вот эта прикорка для сильного течения большой глубины должна иметь примерно вот такие функции точнее функции свойства то есть вроде как сухая но при сжатии причем эта особенность именно этой прикорки поскольку она очень липкая очень тяжелая она действительно инертная не даром ее назвали инерт вот этим уже можно кормить рыбу пришли приплеили не знаю короче мы на воде мы уже встали на якоря глубина под нами как я и говорил в районе 10 метров до берега метров примерно 50 45 вешаем кормушку сейчас будем делать стартовый закорм чем выражается стартовый закорм просто не несколько кормушек не вешая поводка мы грубо говоря опускаем за борт как это выглядит долго она опускается за счет течения просто тяжело отследить когда кормушка касается дна но так или иначе она у нас будет на дне сколько мы повесили 60 давайте кормушек потяжелее повесим между прочим кормушечки вегас который выпускается фирмы дунаев отличные кормушки данном случае у нас глубина большая рыба мы рассчитываем поймать тоже большую поэтому мы используем кормушки большой корма емкости понимая что у нас часть корма будет так или иначе сноситься течением чуть-чуть буквально леску придерживаю рукой чтобы понять когда кормушка коснется дна вот вот она дошла до дна все чуть подождали вы тряхнули кормушечку и проделаем ту же операцию еще раз блюх ранил убил кормушку сильно не забиваем и опять та же система май корм просто сказка рано нахваливать рыбу чем-то да чёрт с ней с рыбой сам съем если чё просто реально крупная фракция вот она выделяется за то что надо когда будет висеть поводок нужно обязательно придерживать леску ну шнур при опускании чтобы чуть-чуть придерживать чтобы поводок при резком опускании не перехлестнулся через основную леску ну через основной шнур заметьте сегодня четверг а я на рыбалке лучше один день на рыбалке чем всю жизнь на работе я вообще готов всю неделю чудеса показывать без бы на работу не ходить ну собственно говоря все основная задача выполнена стартовый закорм сделан теперь можно привязывать поводок ватки у нас заготовлены заранее лёхты подучится да какая попадется о ватки 60 сантиметров как бы больше походу здесь не особо то и требуется поставим какой-нибудь крючочек я не знаю 101 компания дунаев 14 номер чтобы не мельчить не он петелька в 14 не попасть смотри массовый исход от снимай смысле снимать сам снимай не буду его снимать игры с борта снимай насадка 3 апарш 3 но мы с вами понимаем чем крупнее насадка чем крупнее рыба насаживает 24 сразу и это не шутка 24 у меня на поводок не выдержит такую крупную рыбу как-то сразмерять желаемое с возможным знаете я немножко в натяг как бы держу лесочку для того чтобы поводок не перепутался течением его относит но при резком опускании кормушки вниз он может захлестнуться за основной шнур о нашли до дна обалденно теперь вопрос как быстро это произойдет смотрим любуемся и думаем стоит ли запускать вторую удочку сейчас как раз клюется поклевка волоса и зая шпаклевка шпаклевка эти ребят поклевка была оооа а вот да там рыба не прошло и минуты а Кто-то дает дрозда, что называется. Посмотрим, что там у нас за рыба. А что это, это не рыба моей мечты, нет? Обалдеть, подлещик, подлещик. Нет, густера, но не суть. Приятная густерочка грамм 150-200. Слышь, и надо для полного счастья. И это минута не прошло. Но это три опарыша. Давайте насадим четыре. Вы обратили внимание, как работает прикорка животворящая? Опаньки. Опаньки. Тырк. О, опять на дне. Чуть ослабляем. Ну что, меньше минуты должна быть поклевка. О, опять клюет. Это она же. Где она-то? Смотри, какие поклевки. Уверенные, четкие. Что-то там не засидит. А нет, сидит. Смотрите, смотрите, смотрите. О, красавчик. Опять густерочка. Пусть стопэ. Такая мерная густерочка сейчас идет у нас. Я на этом озере как бы давно рыбачу. Здесь как бы всегда первая идет густерка. Под лещик и лещ приходят чуть позже. Ну, то, что моментальные поклевки, это радует. Ну, это радует любого рыболова. А между тем на берегу сидит человек и пытается фидером поймать рыбу. Все это время, пока мы здесь сидим, он еще не вытащил удочку. Ни разу. Аминь. 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 О! О! Вот она. Вот она. Не, ну, если так будет клевать, я эту прикорку за час перекидаю. Почему вот эта ловля, скажем так, достаточно продуктивна, интересна и, не побоюсь этого слова, добычлива. В отличие даже от фидера, здесь мы опускаем кормушку точно в точку, вот ни на сантиметр дальше, потому что мы всегда опускаем в одно и то же место, при постоянном течении ее сносят на одно и то же расстояние. И, соответственно, рыба у нас кормится точечно. Это важно. Она не размазана ни по горизонту, ни по удаленности. И, соответственно, поклевки у нас происходят быстрее, рыбка у нас ловится веселее. Ну, а когда рыба ловится, рыбаку в 10 раз приятнее. Значит, основные постулаты при этой ловле, опять же, большая глубина, сильное течение, много рыбы, кормушка должна быть достаточно кормоемкой. То есть, маленькими кормушечками здесь кормить особого смысла нет, потому что часть корма так или иначе сносится течением, а нам нужно, чтобы корм хоть немножко оставался на дне, чтобы оставалось кормовое пятно, в котором будет тусить наша добыча. Не постесняюсь этого слова. Добыча. Значит, если долго нет поклевки, скорее всего, запутался поводок. Потому что при этой ловле, в принципе, не бывает. Вот там вот опять сидит рыба очередная. То есть, ну, сколько, 20 секунд поклевка – это край. Неинтересно. Где-то через час, ну, я знаю этого озера, должен прийти лещ. Но нам хочется поймать хычника и посмотреть, как это будет выглядеть. Поэтому сейчас мы эту рыбешку отпускаем и пытаемся поймать уклейку. Так, здесь мы разобрались. Для того, чтобы поймать уклейку, я, как продвинутый поплавочник, взял с собой маховую удочку. Это классика. Рассказывать я о ней, конечно, не буду. Об этом все знают. Единственное, могу сказать, что это очень старая, скажем, удочка. В свое время она была топовая. Но и до сих пор это легенда по поплавочной ловле. Мавер 1, 2, 3. Это песня. Она у меня уже подготовлена. Правда, она была подготовлена еще лет 5 или 7 назад. А оснастку я не менял. Надеюсь, здесь все хорошо. Поэтому мы сейчас ее аккуратненько разберем. Удочка у нас немножко длинная, семерочка. Но я ее брал специально, поскольку уклейка на глубине, она очень, ну, скажем так, аккуратненькая. Чтобы ее не пугать, мы будем ловить на некотором удалении от лодки. О, песня, а не удочка. Ну, и что мы будем делать здесь? А мы здесь насадим опарыша. И посмотрим, что у нас тут с уклейкой. Метровая глубина у нас тут чуть больше. Уклейка, она иной раз ловишь, она мешает, прям мешает. Не дает кормушке опуститься. А иной раз вот таким макаром, вот дергаешь, дергаешь, ничего нету. И гребец, и фидерец, и на поплавочку ловец охренеть можно. Ну, я хочу сказать, что уклейки сейчас в нашей акватории нету. Потому что если бы она была, она 100% взялась. Вот здесь такая жирная уклейка, грамм по 50 попадается. Для нашего региона это вообще редкость. Не хочет здесь жить уклейка пока. Вообще уклейка должна жить на берегу, но нам же вец нужен. Извиняйся перед ней теперь, что? Перед кем? Перед уклейкой, обидел ее. Да ну ее нафиг. Сейчас мы попробуем глубину еще поменьше сделать все-таки. Ой, ну удочка просто. Я ее в руки уже не брал, черт знает сколько. Но она как была топовой, так и осталась топовая. Не, короче, с уклейкой нам не судьба. Ну ничего, продолжаем ловить. Придет уклейка, поймаем, не придет. Но не ставить же такую гусеру огромную. Как живца. Как-нибудь еще пристроим сзади. Ну и продолжим нашу сессию. Дикий край. Дикие люди. Дикие волки. Хотя разложить вторую удочку. Ну вот ни к чему. Если на одну ты не успеваешь. Ой, вроде кто-то потяжелее. О, нет, смотрите какой красавец. О, о, о. Более крупная рыбка. Ой. Красавец подлещик. Подсачка-то у нас нету. Потому что не подлещик, это густер тоже. Пока. Ну, это уже рыбка посимпатичнее. Так. Вроде как подошла, рыбка чуть покрупнее. А что мы можем сделать, чтобы укрупнить рыбу? Попробовать укрупнить рыбу. А мы можем попробовать насадить что? Червячка. Опять же, от компании Дунаев. Обаньки. Давайте еще поймем такой момент. Как правильно насадить червячка? Вот я сейчас его порвал на три части. И каждую часть надеваю за серединку. Так. Так. И так. Так, чтобы он у нас не сползал, закроем его одним опарышем. И у нас получилось шесть независимо шевеляющихся кончиков червя и один опарышек. Опять кормушечку. И удочку на борт. Так. В чем еще преимущество бортовой удочки? Фидером, когда мы будем ловить на такой глубине, мы сто процентов понимаем, что у нас будет где-то под берегом, скорее всего, будет какая-то злая и очень большая бровка. И нам ее постоянно надо переваливать. Мы должны либо там удилище поднимать, либо вставать, либо там выматывать быстрее. Без разницы. Но бровка, она всегда создает определенные сложности. Вот очередная рыбка ловит. Создает определенные сложности. Здесь такой проблемы нету. Вытаскиваем мы вертикально вверх. Мы от бровки где-то, скорее всего, в стороне стоим. Даже если мы будем стоять непосредственно на бровке, даже в этом случае мы не будем ее цеплять. Она не будет нам мешать. Соответственно, у нас более продуктивная ловля, более спокойная, размеренная. Рыбка, как видите, у нас клюет. И обратите внимание, сейчас мы посадили червячка, и поклевка у нас стали реже. То есть, медленнее. Если мы раньше сидели 20 секунд, то сейчас просидели минут, минут, секунд 40. То есть, рыба за счет насадки селекционируется. В данном случае мы не поймали крупные рыбы, но будем пытаться и будем продолжать сейчас ловлю именно на червя, для того, чтобы укропнить рыбу. опять же, сажаем не целого, а сажаем кусочки, чтобы они независимо друг от друга шевелились. также закрываем опарышем. Насадка у нас получилась уже архикрупная почти, бывает и крупнее. В данном случае, пока мы не уверены, что к нам пришла крупная рыба, мы особо не укрупняемся. опять опускаем, как я уже говорил, непосредственно в точку все уйдет. О, поклевочка была такая более интересная. Посмотрим, будет продолжение ли нет. То есть, если гусерка клюет достаточно резко, то здесь сейчас был как бы загибчик такой небольшой. Прошло уже всего, какая поклевка мощная. Не, ну какая прелесть по сравнению даже с тем же фидером. Фидер длинный, шняга, который надо махать. А здесь просто на коротке опаньки. Вот опять это наша рыбка. Крупная не пришла. но чтобы нам не скучать по полминуты, чтобы поклевки у нас были побыстрее, мы надели сейчас опарыш опять. Это чисто лень. Когда поклевки прекратятся, мы четко поймем, что пришла более крупная рыба. Вот даже нет желания ставить старую удочку, потому что поклевки достаточно быстрые. А когда удочка стоит в руке, то все это еще в руку отдается. Это вообще кайфово. То есть вот сейчас я удочку держу в руке и на квивертипе я еще поклевки не чувствую, хотя уже она видна. А в руку уже что-то отдается. Смотри, катушечка огонь отрабатывает на ура. Очередная рыбка, некрупная, но дофига. Где-то это уже было. Например, вот сейчас я ловлю удочкой дай бог памяти 130 сантиметров. Метр 30. Сразу хочу сказать, что у меня стоит поводочек 60 сантиметров. И при этом, при этой длине поводка мне комфортно держать и поводок и набивать кормушку кормом. В случае, если по условиям ловли нам потребовался более длинный поводок, скажем так, метровый, то, соответственно, длина удочки была бы актуальна подлиннее. Для этого у нашей компании есть удочка большей длины. И, соответственно, она бы была более комфортной для ловли. Длина поводка и длина удочка это понятие очень плотное. Чем длиннее поводок, тем более комфортно использовать более длинную удочку. Это уже подлещечек. Вот яркий пример зависимости длины удочки от длины поводка. То есть поводок 50 сантиметров, мы достаточно комфортно держим крючок в руке и набиваем кормушку. Если бы поводок был более длинный, кормушка у нас была бы под самым кончиком, нам было бы неудобно. Соответственно, если бы удилище было более длинное, мы просто свист делаем больше и, соответственно, нам набивать гораздо удобнее. поэтому длина поводка и длина кормушки это взаимосвязанные вещи. Ну, как бы на рыбалке мелочей не бывает и мы реальное удовольствие от рыбалки получаем именно в том случае, когда у нас все комфортно. То есть кормушечка, соответственно, комфортно набивать, крючочек там удобный, удочка хорошая. Когда все эти вещи в совокупности совпадают, мы от рыбалки просто получаем удовольствие, что, собственно говоря, и требуется. Переходим к крайним мерам. Уклейки нет, поэтому насаживаем кусочек рыбы. Монтаж тот же. Ну, в спиннинговом варианте это отводной поводок. Груз 80 грамм течения сильное и метровый поводок. Ну, и пытаемся поймать. поймать. О, как живая рыбка почти на течении-то. Так. Теперь нюанс. Мы ослабляем фрикцион для того, чтобы у нас в случае, если кто-то клюнет, у нас не утащило удочку, а чтобы сработал у нас чисто фрикцион. И ждем поклевку. Фрикцион затрещит, значит, клюнуло. Не затрещит, значит, не клюнуло. О, 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 какая прелесть. Нет, ну, ну, честно скажу, вот даже некрупная рыба, боба с ним, но когда она клюет вот так часто, это не рыбалка, это удовольствие. Ну, просто получаем, как говорится, кайф. На соревнованиях бы так было, вообще, просто сказка. А приедешь куда-нибудь на соревнования, там вообще не клюет. Чаще всего. Так, пока там клюет в полный рост, мы займемся хысником. Показываю работу так называемой ходовой донки. То есть, я приподнимаю удочку, немножко жду, и опускаю. И опускается она там буквально на 20 сантиметров ниже по течению. Поэтому мы ослабляем фрикцион, придерживаем и простукиваем. С каждым разом удочка у нас опускается ниже и ниже. То есть, все это у нас переступ... ну, как бы, переступает. И как бы у нас приманка удаляется от нас. Опять ослабили. Да, здесь у нас лещ сидит. Не успеть на девочке. Так, пускай хычник пока поклюет. Мы пока вытащим, что у нас тут жить нам мешает. О, все сошло уже. Надеюсь, что там осталось. Вполне себе. На этой рыбалке весь чехуе. Герк льет. обрыв. Что, на хвост клюнул, Герк? Да. Самое прикольное. А не, крючок на месте. Просто сход. Так или иначе, мы на лодке, к сожалению, не можем прощупать дно на каком-то большом расстоянии. И частенько может создаться ситуация, при которой вы встали не там, где надо. То есть, если вы встали там на вязком илу, то чаще у вас, скорее всего, ну, не будет там хорошего улова, потому что у вас будет кормушка тонуть, насадка будет тонуть в этом иле. И прикольная не будет работать. Поэтому, вы, когда опустили вот первый заброс на второй заброс, прощупайте дно, чтобы не залипало. Дно должно быть либо там вот таким вот твердым, либо вот идеальный вариант, когда переход с твердого на мягкое. Но опять же, фидером вы это пробиваете, а здесь нет. Не поленитесь переставить лодку в другое место, поближе к берегу, подальше от берега. Ну, так, чтобы именно попасть в правильную, скажем так, конфигурацию дна. Как бы мы понимаем, что большие глубины, где-то свал находятся, в идеале вставать где-то недалеко от свала, потому что рыба так или иначе со свала питается, особенно лещ. Вот. Либо же на более-менее твердом дне, так, чтобы у вас корм размывался, прикормка работала, и насадка у вас, естественно, была видна для рыбы. То есть, маленький нюанс, но хороший. Так, и вот то, что именно я хотел вам показать на этой рыбалке, что бортовой фидер это не только классический фидер, но и это возможность ловить хищную рыбу. Ну, если, естественно, она там есть. О чем я еще хочу сказать и акцентировать на этом очень вот такое пристальное, скажем так, внимание. рыбалка, когда мы хотим получать от нее удовольствие, должна в первую очередь приносить удовлетворение. Удовлетворение тонкостью снасти, изяществом удочки, легкостью ее. Рыбалка не должна быть в тяжесть. Тонкий поводок позволяет ловить больше рыбы. Но если удочка будет плохая, жесткая, тонкий поводок поставить будет нельзя, потому что будут обрывы. Значит, соответственно, хорошая, изящная удочка, тонкий поводок, правильная кормушка. Все это в совокупности дает те, ну, бесподобные ощущения на рыбалке, которые мы, в принципе, хотим испытывать, уезжая из города. Как вы видите, бортовой фидер достаточно уловистая снасть. Кто еще не пробовал, рекомендую попробовать, потому что это действительно удовольствие. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и всем пока. Отпускайте рыбу! Субтитры сделал DimaTorzok